Добрый день, меня зовут Маргарита и сегодня будет видео интересное тем, кто любит ходить по лесам, ночевать в палатках, сжечь огонь, жарить шашлыки, собирать грибы, ягоды. Можно ли это все делать в Испании? Если можно, что для этого нужно и если нет, какие штрафы? Кому интересно, поехали! Сразу хочу уточнить, что я буду говорить про Каталунию, я живу в Барселоне, поэтому каждый регион может по этой тематике устанавливать свои законы, свои правила, поэтому я буду рассказывать именно про Каталунию. Итак, для того, чтобы ночевать в палатке, вы должны взять разрешение, то есть если у вас нет разрешения, вы идете в лес с палатками, то вы нарушаете закон, вы должны идти, брать разрешение, именно говорить, какие дни вы хотите пойти и где вы будете ночевать. Ну, соответственно, не место, а сказать, в какой лес, какой регион и на сколько дней вы хотите пойти. Если вы хотите взять разрешение на группу, то группа не может превышать 10-15 человек, поэтому имейте в виду, если вы хотите пойти группой куда-нибудь в лес, отдохнуть, ночевать в палатках, то для этого нужно разрешение. Вы можете ночевать в лесу без палатки, для этого не нужно разрешение, то есть вы спокойно можете гулять по лесу, положить что-нибудь, какой-то матрасик, не знаю что, и ночевать в лесу так. Это без проблем, но если вы хотите именно палатку, то для этого уже нужно взять разрешение. И какие штрафы, например, если вы не взяли разрешение и вас поймали, то в принципе штрафы идут от 5000 евро, но в принципе скорее всего никто вас не оштрафует, если вас поймают в палатке и у вас нет разрешения. Обычно это если какая-то большая группа, вы ночуете в палатке несколько дней, там грязно, вы за собой не убираете, вы там может испортили участок леса каким-то образом, то есть в этом случае да, могут наложить штраф. А так в принципе обычно никто на штраф на вас не наложит, но предупредить могут, что так нельзя, нужно взять разрешение и так далее. Что касается огня, можно ли разводить огонь в лесу в Испании? Нет, огонь разводить в лесу нельзя. Если мы говорим летний период, то это вообще нельзя, начиная где-то с июня и по октябрь, там середина октября или конец сентября, то есть каждый год устанавливают свой период в зависимости какая погода и свой регион. Так же самое устанавливают в Каталунию, это с июня и до октября месяца, то есть сентябрь включительный. Разжигать огонь в лесу нельзя вообще. И в зимнее время вы можете разжигать огонь 500 метров от леса или в установленных местах. Ставят барбекю уже как бы установленные, они закрыты с трех сторон должны, фиксировано установленные. И в этом случае, да, вы можете приехать в зону отдыха и жарить шашлыки, разжигать огонь именно в этом месте. То есть, например, с собой взять, приехать в это место отдельно разжечь костер вы уже не можете. И в этом случае штрафы, если вы разжили огонь не в установленном месте, тем более там летом, то штраф начинается от 1000 евро до миллиона евро. Почему такие большие штрафы? Потому что каждый год из-за жары летом горят леса и соответственно какая-то искра может спалить гектары леса. И соответственно это не за год они восстанавливаются и конечно в зависимости какой урон вы принесли лесу, это же не только лес, это может быть и животное, это могут быть дома и люди и все на свете. Поэтому в зависимости какой ущерб был принесен, поэтому такой штраф. Очень большой, от 1000 до миллион евро, так что будьте аккуратны. В Испании, особенно летом, очень жарко, поэтому какая-то искра, какая-то сигарета может уже спалить очень много гектара земли. И что касается собирать грибов и ягод, на данный момент в этом году и в том тоже году можно было собирать грибы без лицензии. То есть спокойно в любом месте вы можете приходить и собирать любые грибы. Года два назад, если я не ошибаюсь, два или три года назад ввели такое как временное, посмотреть как это будет работать, типа временная лицензия на собирание грибов. И не везде, а только в определенных местах. То есть там заповедники были и именно там, если вы хотели собирать грибы, вы должны были взять лицензию. Она стоила недорого, она стоила, если не ошибаюсь, до 10 евро. Это если вы хотели собирать грибы именно для себя и если на продажу, то там увеличивалось, по-моему, я не ошибаюсь, 30 где-то, плюс-минус 20 евро лицензия стоила. Это если вы хотели на продажу собирать. Но я же еще раз скажу, это было не везде, именно в специальных зонах, а во всех остальных местах можно было собирать бесплатно, без лицензии, без ничего. Но на данный момент, в этом году, 2019 год, не было никаких правил, никаких запретов. Можно было спокойно ходить в любом месте, собирать грибы, ягоды и главное, чтобы вы знали, какие грибы собирать и никаких последствий негативных не было. Как видите, в Испании следят за порядком в этом плане, чтобы не было пожаров, чтобы было чисто. Мы, когда ездим в леса, собирать грибы или просто отдыхать, или тоже жарим шашлыки, то очень часто встречаем работников на машинах, которые проезжают, смотрят, все ли в порядке, все ли чисто, не нарушаем они ничего. Поэтому в этом плане смотрите аккуратно. Кто хочет поехать в лес с палатками, то желательно, конечно, взять разрешение, именно если вы на долгое время, если там в одну ночь переночевать. В принципе, я думаю, что вряд ли у вас будут какие-то проблемы, но лучше, конечно, взять разрешение. И насчет огня тоже будьте осторожны, особенно летом, потому что очень жарко и часто горят леса, очень обидно, выгорают прям гектары леса, поэтому в этом плане очень осторожно. Ну и насчет грибов, ягод, здесь очень много грибов, мы вот в этом году прям очень большое количество насобирали, разных очень много было, каждый год то в одном лесу, то в другом месте. Поэтому тоже пока можно собирать без проблем, приезжайте в любой лес и спокойно можете отдыхать, и гулять, и собирать грибы, и жарить шашлыки. Ну а на этом все, я надеюсь, вам понравилось это видео, оно было для вас полезным и интересным. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите в комментариях, я на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, и всем хорошего дня, и до скорых встреч! Подписывайтесь на мой канал, и до скорых встреч!